Сегодня, друзья, мы с вами будем открывать различные контейнеры и гаражи, смотреть, что за вещи внутри, и продавать их в игре под названием Storage Hunter Simulator. Ну а меня зовут Перпетум или же Александр, всем доброго времени суток, уважаемые друзья. Итак, мы появляемся у себя дома. Это какой-то... маленький-маленький райончик, где живут не самые состоятельные граждане. И поэтому нам нужно будет вырваться из нищеты, стать богатыми, и всё это благодаря вещам, которые мы будем находить. Ну а тут, кстати, есть дед. Друзья, это очень важно. Дед-спортсмен. Молодец, дедуля. Ну а нам нужно сесть в машину и отправиться к первому аукциону, где мы найдём наши первые вещи и первые деньги. Так, отправляйтесь на станцию. А-а-а, тут настолько продуманный симулятор, что мы ещё и машину будем заправлять. Но почему бы и нет? И, друзья, если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Ну а мы уже подъезжаем к заправке. Ой, городок не такой уж и маленький. Тут и дорогие машины есть, смотрите. Надеюсь, у меня будет когда-то такая же. Ну а пока... пока мы ездим на маленьком стареньком пикапе. Прям... а так можно? Всё? Заправились? Супер! Всё! Полностью заправили машину. Даже не пришлось выходить. Современные технологии, как-никак... Эй, серьёзно? Я только начал рассуждать про современ... Да что происходит? Про современный мир, как тут же врезался в бордюр. Эх, бордюры надо дорабатывать, чтобы я в них не врезался. Так, а мы здесь проедем вообще? Нет. Чувствую, что тут мы не проедем. Придётся поехать немного. Ух ты, машину как сильно инер... инерционно заносит. Вот. Её однозначно нужно будет менять на что-то более качественное. Так, поворот, я думаю, где-то тут у нас. Ага, отлично. Ты нажимаешь буквально чуть-чуть в поворот... И машину уносит на несколько, блин, метров в сторону. Опачки, гаражи. Ха-ха-ха, вот они! Вот оно, моё добро! Вот оно, моё богатство. Тормози уже. Так, давайте подойдём, посмотрим, что за аукционы у нас сегодня. За 49 баксов и за 67. Ну, раньше времени тратить деньги я не буду. Давайте возьмём вот этот. И пойдём выиграем аукцион. Уже первые люди собрались. Они расчехлили свои кошельки. Я тоже готов расчехлить свой кошелёк. Здорово, мужик! А я должен сюда встать. Так-так-так, старые какие-то повозки, старая каска военная, сундук, мешок с мусором. Я думаю, это стоит больших денег. Так, я готов, я готов заплатить. Э, в смысле, я готов на 10 поднять цену. И давай, 79. Я понятия не имею, сколько что стоит конкретно в этой игре. Поэтому я просто рассчитываю на удачу. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Больше не готов платить. И... Наша! Ха-ха, сюда! 169 баксов. Возможно, это самая глупая трата в моей жизни. Невозможно, а скорее всего, так и есть. Ну что ж, давайте смотреть. Эээ... Ну, сколько это стоит? Верификация. Давай посмотрим. 19 баксов. Я могу это продать. Что это вообще? Это какая-то раритетная часть какой-то повозки. Наверное, тут она крепилась к лошадям. Тут сидел я. И все такое. Ну, допустим. Вопрос только в том, как я все это буду отвозить. Ну, реально, предметы очень большие. Можно починить. Ага. Так, чтобы починить предметы, нужно прокачать навыки. Этого пока у нас нет. Поэтому... Да. Мусор. Старая каска. 27. Ну, это уже лучше. Давайте погрузим в кузов. Как я все это буду отвозить? Вот серьезно. Как я все это буду отвозить? Мне бы машину нанять, которая это бы делала за меня. 36. Миссия выполнена. Загрузите вещи в машину. И доставьте их... О, смотри. Красота ровно стоит. И доставьте их домой. Знаете, эта штука должна стоить больше 36 баксов. Это все же музейный экспонат. Да, оно ржавое. Да, оно старое. Никто не говорит, что оно должно стоить много. Но больше 36. Тридцатка? А ведь, друзья, учитывая эти старые телеги, я думаю, мы выйдем в плюс. Там же еще сундук. А в сундуке, как известно, хранятся сокров... Опа! 9 баксов. Эх. Я уж понадеялся, что это какое-нибудь колье с бриллиантом. А это всего лишь цепочка с непонятным красным камнем. Не больше, но и не меньше. Молоток. Это топор. Ого! Я не могу его верифицировать. Слишком высокого уровня. Вы же понимаете, друзья, что это настоящая ценность. Топор! Давайте сюда. А как его продам, если я не могу его верифицировать? Карта. Проложение для продажи. Инструменты и прочее. Как бы мне навыки прокачать мои? Вот что интересно. Сундук. 24 бакса. А если его открыть? Подожди. Е. Внутри у нас книжонка. Старая книга. Что за книга? 36 баксов. Не-не-не, мы окупаемся. Телеги, наверное, я не повезу с собой. Даже ее достану пока. Вот так. А холодильник вполне себе можно утащить. Я думаю, ну баксов... Это холодильник? Это сейф. Я думал, это холодильник. 50. Ну, в общем-то и целом... А я могу поворачивать предметы? ЕРА. Вот так вот можно, да? Ну, в целом их получится поместить в инвентарь. В машину. Потому что наш кузов, по сути, сейчас это наш инвентарь. И да, это 100% так. Ну, даже если мы вышли в ноль, это уже неплохо. Так, давай. Как бы это добро мне поместить сюда. Давай мы сделаем вот так. Мы его закроем. Почему он открыт? Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. И как раз место под сейф остается. Оп. Ну и повозку за 36 я тоже попытаюсь отвезти. Да. Я не знаю, как ее везти. Вот серьезно. Я не знаю. То есть, но она не помещается. Она стоит дешево. Оставьте себе. Там я больше ничего не забыл? Нет, больше ничего ценного в гараже нет. Ну что ж. Едем продавать. Главное, чтобы все это не вывалилось, пока я еду. И отвезти это нужно домой, в гараж. Продадим мы все на ebay. Или на какой-то другой торговой площадке электронной. Но вообще, ebay. Обычно там бушные вещи продаются. Тут же нет какого-нибудь там, не знаю, чего-нибудь. Олкса какого-нибудь или Авито тут нет. Ebay. Едем домой опять. И главное, постоянно одним глазом поглядывать на свой дом, а вторым глазом поглядывать на деда. Потому что уж больно много сил у него. Наверняка тренируется, чтобы украсть сейф. Так, парковочная машина, конечно, это просто, друзья. Я такого странного управления автомобилем, да... Не видел никогда и нигде. Так. Select item. Store from track. Опа. Положили. Оно автоматически перенеслось. Это очень удобно. Так. Используем мод архитектора, чтобы разместить декорации в своем доме. Ну, я могу разместить, типа, что это? Ура, я крутой. У меня есть... Чашка? Так. Продать теперь свои вещи. Ну, каску давай. Цена 27. Попробую продать за 30. Готово. Часы. Попробую продать за 33. Небольшая наценка, друзья. Подожди. По-моему, ожерелье стоило больше. Давай, давай. Книга. За 40. Сейф за 55. Готово. Мы поставили цену 12. Готово купить за 11. Устраивает. Сундук стоил 50 же баксов. Какие? 24. Давай так. А топор? Ну, я не знаю. Мы не можем его идентифицировать, но я думаю, что баксов 60 он, наверное, стоит. Есть у меня такое чувство? Давай вот так вот. Чисто на удачу. На обум. И за 41 бакс. Я не знаю, сколько стоит топор, друзья. Я продал его просто тому, кто захотел купить. Так. Теперь купите ремонтные инструменты и почините вещи с плохим качеством. Так. А где мне купить инструменты? 500 баксов. Да. А что я починю, если у меня все, в общем-то... Ладно. Похоже, придется съездить за той и повозкой. Не пропадать же добру, правильно? Я к тому же помню, где она плюс-минус была. Вещь ценная. Может быть, она в таком состоянии... Да что? Что? Какого? Какого рожна? Машинка. У тебя резина будто бы лысая. Полностью. Она вообще не управляется. Смотрите. Сейчас что будет. Слушай, тормози. Простите. Я хотел резко повернуть. Но... Я не могу. Я думал, сейчас резко поверну. А она, наоборот, не повернула. А когда я не хочу резко поворачивать, она поворачивает резко. Я чего-то в этой жизни 100% не понимаю. А именно, как водить этот... 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 автомобиль. Тормози уже, ну. Давай ремонтировать. 38. А. Второго уровня. Так это же абсолютно один... Это культиватор. Это же абсолютно одинаковые повозки. Почему одна ремонтируется, а вторая нет? Продать. Отправляйся спать в свою кровать. Да я, может быть, хочу еще немного что-то поделать. Время 2 часа дня. Какая кровать? Почему надо спать сейчас? Все вещи за пределами твоего хранилища будут удалены, написано. Очищены, удалены. В общем, они исчезнут. Поэтому ценные вещи оставлять где-то там на улице это плохая идея. либо продавай, либо отвози на склад. Третьего просто не дано. Бензина, кстати, половину я потратил. Да уж, да уж, да уж, за один день не выбраться из этого района, друзья. За один день не выбраться. Что ж. давай. Пока продавать не буду. Давайте ляжем спать. Вдруг еще будет какая-то миссия, которую нужно выполнить. Спадки. 500 баксов в неделю я плачу вот за это жилье? Вы серьезно? Что-то как-то дороговато выходит. заработай. А, прикольно, смотрите, друзья. У нас миссия заработать по-по-по-по-по-по-по-по 141. А, давай. 60 вот так. Заработать тысячу баксов и купить ломбард. Прикиньте. Мы сможем открыть свой магазин, где будем продавать такие вещи старые. Это круче, чем сидеть дома и в гараже их хранить и продавать непонятно как непонятно кому. А так ты будешь видеть покупателей и покупатели будут видеть тебя и всем вам в итоге будет хорошо. Главное доехать. Главное доехать. Главное не разбиться. У машины ведь нет повреждений, потому что у меня нет денег ее ремонтировать. Я слишком беден для того, чтобы жить на этой машине и ездить. Ну что? И готовы ли вы отдать мне еще вещи? Давайте посмотрим, что внутри. Кстати, неплохо, неплохо, неплохо. Неплохо. Я думаю, что мы можем с этого поднять. Даю двадцатку сразу. Баксов 200, я думаю, контейнер уйдет. Угу. 137. Джексон, Кэрол. Голосуйте. Мой ход. Дед, угомонись, у тебя денег столько нет. Ставки повышаются, уже по 20 баксов. Да ты что? У тебя половина головы облысела от нервов. Мое, мое. Не вздумайте, не взду... Мое. Я банкрот. Я банкрот. Я банкротился. Я простофиля. Я простофиля. 39. Боже. Она в ужасном состоянии. И отремонтировать я ее не могу. Да. Гитарный кейс. 56. Мы должны заработать баксов 300, чтобы выйти в плюс, да? Даже больше, учитывая стоимость жилья. Ух ты! Редкий... Ух ты! Мяч для футбола. А знаете, я думаю, что мы заработаем. Кто там у нас еще притаился? Это конкретный плент-под. У нас такой дома есть. Надо было его продать. А я его почему-то поставил на стол. На черный день, видимо. Кусачки. Давай. коробка. Это мусор. Это мусор. Это мусор. Это же... Как он называется? Ну, штука для измерения. Манометр. Это манометр, друзья. Давление мерить. Манометр. Манометр. Верификейшн тул нужен. Ну, как продавать? Ну, за сотку его продам. Манометр же хороший. Он не стоит 100 долларов. На самом-то деле. Милитари паёк. МРЕ. Хорошо. Многие их покупают. Там какие-нибудь выживальщики. Подставка под блины. спортивные тоже надо. Надо обязательно. Также нас порадует радио. 17. И... Ну... Пойдёт. И ещё бук. 18. Ну, знаешь... Смотря какой бук. Смотря ещё какой бук. Это может быть бук какой-нибудь вообще непонятно какой. Там... какой-нибудь бульварное чтиво, да? Есть хороший бук. Может быть, он раритетный, этот бук. Да. Ванну придётся взгромоздить наверх. Так, что у нас тут? Батарея аккумуляторная. Целых 17 баксов. Да. Ещё раз, друзья, напомните, сколько 250 мы потратили на всё это. Ну, ладно. Честно. Он правда стоит 14. Почему мне показалось, что он стоил 50? Я не знаю. Ну, тебя как загрузить? Я не знаю. Давай подумаем, как-то может так. Ну, едем. Даже удивительно, что всё поместилось. Друзья, нас ждут большие деньги. Целых 250 долларов. Если повезёт. Если те вещи, которые мы не смогли верифицировать, будут стоить дорого. 250 долларов. Ух. Целых 10 долларов прибыли за день работы, учитывая, что аренда за жильё стоит 60. Почему так тяжело жить? Так. Давай, парк хир. Хир. Да, давай, давай. Тут всё. Тормозим. Ну, что ж, всё, отправляем сюда и отправляемся продавать. Давай, давай, давай. Так, у нас 58, должны мы заработать, ну, типа, 320, чтобы у нас было. Подороже поставлю. Манометр. Ну, сразу, я думаю, что под соточку. Давай так. буду ставить выше цены. Готово. Вот так. Вот так. Вот так. Сокербол, давай, вот так. Хорошо. Книга, бук. Честно. Честно, 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 я не могу его верифицировать, но сотку поставлю. Наверное, дорогой. Ванна. И радио. Итак, милитари. Уже дороже, чем он стоит, мы продали. Манометр. Какие в смысле 24? Иди в баню. Ремоф. Так, кусачки. Мы поставили. Да, это прибыльно. Это прибыльно. Это прибыльно. Это прибыльно. С наценкой. Так, мы в нормальном плюсе, вообще-то, друзья. Между прочим, в реально хорошем. Чест 80 пойдет. Да. Слух. А у меня чуйка на вещи. Электроника. Я думал, больше предложат. Почему так мало? Я думал, предложат больше, правда. Ну, почему так мало? Это маленькая цена? 27. Ну, видимо, так оно и стоит. А почему тогда от меня требуется мощный инструмент подтверждения, если предмет сам по себе дешевый? Непонятно. И игра мне говорит опять, иди ложись спать. Да может, я и не хочу спать. Могу ли я еще в каком-то аукционе поучаствовать сегодня? Аукционы. 141 бакс. Ну, погнали. Так, сохранюсь. Yes. И погнали. Может, там прямо будет что-то очень крутое. Главное узнать об этом. И доехать. Мы уже в городе, сейчас повернем. Тихо. А, машину заправить. Давайте заправим машину. Ай, ладно, на обратном пути. Я думаю, топлива хватит нам. Что-то я просто круголя какого-то дал непонятного. Бестолкового и бессмысленного. Вот он. 140, начальная цена. Можем побороться. Это пока будет самый дорогой контейнер. Хотя за прошлое мы отдали 250. Но оно того стоило. Показывай, ковбой. Опачки. Я не уверен, но я люблю рисковать. Я не уверен, но я люблю рисковать. Я думаю, там будет что-то хорошее. Вот у меня опять же внутреннее какое-то есть ощущение. Дай 40. Так. Готов. Да, хорош. Она очень реалистично выглядит. Именно вот эта моделька женщины в очках супер реалистичная. 440. You won. You won. Разойдись. Давай смотреть. Мусор. 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 Раритетное кресло. 11 баксов. Да. Да-да. Да. Что еще? Шар для занятия фитнесом какой-то, да? 23. Пока пускай лежит тут. Сейф. Ух ты. Интересно, что внутри сейфа. Открыть я его не могу? Могу. Контейнер с едой. 58 баксов? Что за еда внутри? Уж извините, но это какая-то черная икра? Почему такая стоимость? Удивительно. Золотой бангл? Золотое... Это золотое это? Как его? А, я не знаю. Диадема какая-то золотая, наверное. Или обруч на шею? Ноутбук? А, это ноут... Это блокнот. Блокнот это тоже ноутбук. Да. За 47 баксов. Что там написано? Непонятно. Ну и сейф. Разумеется. Тоже большие деньги. Наверняка. Баксов 100 с лишним будет стоить. Так. Старый сундук. Внутри. Мяч для футбола опять. Ну, пускай. Мне не повредит мяч для футбола и еще один. Конечно. Надо поближе машину как-то подгонять, но тут видите эти заборы, они мешаются. Шлем викинга. Не могу идентифицировать. Если это оригинал какого-нибудь восьмого века там или девятого, то это серьезная вещь. Бутылка с вином. Может быть, этому вину 50 миллиардов лет и оно супердорогое. Главное, не разбить, пока домой везешь. Сюда это добро. Что еще? Старая книга. Лопатка. Не, нормально. Это вот этот прям выгодный гараж. По сравнению с прошлым этот гораздо выгоднее. Все на это указывает и эта банка с чем? А это просто для специй банка, наверное. Ну, тоже каких-нибудь баксов 20. Быть может, и стоит. И, друзья, все, что мог погрузить на машину, я погрузил. На этом мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, вам понравился этот видос. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч, удачи, пока и счастья вам. Берегите себя. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok